Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия очередной выпуск программы «Персона» студии журналист Александр Белов и Юлия Стройкова. А в гостях у нас сегодня председатель комитета по социальной политике и национальным вопросам Госсовета Чувашской Республики Петр Степанович Краснов. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Петр Степанович, хотелось бы начать с фрагмента сессии Госсовета, которая прошла недавно. Давайте вместе посмотрим, а потом обсудим. Конституция Российской Федерации, мы республика, скопок государства. Данный закон федеральной Конституции имеет верховенство на всей территории Российской Федерации. А что мы ломаем копию? На чем? Зачем? Для меня сегодня укрепление государственности родной республики, это прежде всего укрепление экономики, ее, это увеличение доходной части бюджета, грамотное формирование, соответственно, расходной части, это инвестиции в основной капитал и не только в здания, сооружения, но и в машины, оборудование, очень важно, чего нам пока не хватает. Это новые предприятия, соответственно, и новые рабочие места. Поддержка сельского хозяйства в связи с вступлением в ВТО, предпринимательство и малого бизнеса. И развитие на этой основе социальной сферы с достойной социальной защитой населения. Вот теперь, Петр Степанович, первый вопрос. Какая эволюция должна произойти во взглядах, чтобы человек, который в молодости был одним из самых рьяных борцов за суверенитет республики, к зрелым годам был готов отказаться от самого понятия государства, в основном в законе Чувашии? — Насчет эволюции взглядов, конечно, она происходит. Человеку свойственно меняться с годами, безусловно, с опытом, с приобретением каких-то знаний. Это естественный процесс. Если бы мы не менялись, то, наверное, мы бы перестали быть людьми, согласитесь. То есть определенная трансформация в взглядах, конечно, произошла философия личности. С другой стороны, я не буду повторять то, что мы сейчас с вами посмотрели сюжет. Хочу сказать, что все-таки... Ну, что такое государство? Это большая группа людей, заселенные определенной территорией, имеющие внешние границы, государства, которые защищены, безусловно. Государство, которое имеет свою политическую систему, органы власти, управление и целый ряд других институтов, можно назвать, которые, в общем-то, являются символами или характеристиками государства в том смысле, о котором, в общем-то, говорилось и что имелось в виду, очевидно. Ну, давайте реально посмотрим. Вот из того даже перечисленного Чуварская Республика обладает совершенно незначительным количеством вот тех признаков государства, которые на самом деле есть. Поэтому государство наше единое, Российская Федерация, и, естественно, мы должны укреплять основы и заниматься совершенно политической системой, в целом, конечно, Российской Федерации. Но есть в ней субъекты Российской Федерации. И в том значении, о котором мы выше говорили, конечно, Чувашская Республика не являлась, не является и никогда, надеюсь, не будет являться государством. Я вот вспомнил, с одной стороны, ваше выступление в конце 80-х годов на одном из публичных мероприятий, где вы призывали, что Чуваша должна входить в Советский Союз на правах Союзной Республики, чтобы у Чуваши было вплоть до своего министерства иностранных дел. Потом, значит, я вспоминаю послание главы Чувашской Республики, где, отвечая на подобный вопрос, он сказал, ну, будет записано в основном законе государства, что от этого народ лучше станет жить. Ну, согласитесь, вот если идти вот по такой логике, может быть, вообще ничего страшного не будет в том, если Чуваша войдет в состав какой-то соседней губернии, сильной экономически, мощной, на правах какого-то района? Ну, есть у нас ряд таких политических деятелей, достаточно известных в стране, даже в известной степени популярных, возглавляющих некие политические партии и структуры. Они к этому призывают. Но все-таки изначально надо исходить с того, что вот нашей Конституции последние 20 лет. Вот этой Конституции, да, на самом деле, республика в скобках государства. Это обозначено. Но есть целый ряд решений Конституционного суда, толкований Конституции, что здесь заложено и какими символами мы обладаем. Кстати, вот я могу вас спросить, уважаемые коллеги, чем различаются субъекты Российской Федерации, республики, края, области, одна автономная область и три автономных округа? Чем они различаются по закону, по Конституции? По Конституции, конечно, ничем, по большому счету. Вот права одинаковые абсолютно. Но то, что национальное образование пользуется определенными привилегиями в практической политике, в этом, по-моему, имеет никаких сомнений. Значит, права немного разные и привилегий, вот на мой взгляд, никаких. В чем различие? Во-первых, Конституция России сказана о том, что республика имеет свою Конституцию и законодательство. Иные субъекты имеют только уставы и законодательство. То есть, мы имеем свою Конституцию. И один существенный момент, одна из статей Конституции. То есть, республикам, только республикам дано право устанавливать свои государственные языки на этих территориях. Государственные языки. Знаете, у нас два языка, чуварский и русский. Русский и чуварский, да? Вот, собственно, других различий нет. А все остальные институты государственного управления, местного самоуправления, организации политической системы, с учетом того, что власть разделена Российской Федерацией на законодательную, исполнительную и судебную. Поэтому здесь вот иных принципиальных различий я не вижу. Но, опять-таки, дано право устанавливать свои государственные языки. Это тоже, я считаю, совершенно правильно. Потому что, как вы правильно сказали, республика изначально, конечно же, ну, одно из признаков, это было наличие определенных этносов, народов на какой-то территории. Я считаю, совершенно правильно изначально было сделано, что с целью сохранения языков, культур, многообразие культур Российской Федерации, эти территории получили статус республик. Это, я считаю, что правильно. Но это нельзя назвать привилегией, я так думаю, Александр, согласитесь. Да я немножко не эти привилегии имел в виду. Но, Витя Пёс Степанович, ну, давайте согласимся. Идет постепенная уступка позиций, да? Да, значит, исчезла государственность, да, исчезло номинование президента в качестве первого лица республики. Раньше были какие-то ограничения даже по выборам главы региона, национального региона, да, мог и мог стать носитель языка коренной нации. Сейчас это признано антиконституционным, незаконным и так далее. В общем, много уступок. И практически какого-то законодательного барьера для принятия решения о слиянии национальных регионов с какими-то областями, сейчас нет такого. Ну, теоретически, да. Но есть механизм вот таких формирований, объединяя только через референдумы, безусловно, конечно, согласие этого субъекта федерации и иного субъекта федерации, имея в виду население, избиратели, прежде всего. Но говоря о государственности, я, Александр, вспоминаю, по-моему, 2000 год. Вспомните, у нас был праздник День государственности, республиканский праздник. Потом мы его поменяли через Государственный совет на День республики. И День республики, начиная с Чувашской автономии, 1920 года. Я считаю, что абсолютно справедливо. Точно так же меня тогда ругали, критиковали. Я возглавлял администрацию президента Чувашия. Ну, как вы государственность поменяли на республику? А ответ был какой? Да элементарно простой. Если мы говорим о государственности Чувашской только с 1920 года, то мы себя не уважаем. Государственность Чувашского этноса, народа, пусть может быть немного прототипа этого народа, она была и пять веков назад, начиная с седьмого, восьмого веков, когда перебрались на территорию, которую мы сегодня Чуваши занимаем. Поэтому если бы мы отмечали государственность только с 1920 года, мы бы сами себя, я считаю, не уважали бы. И поэтому этот праздник начали отмечать как День республики. Это совершенно справедливо, я считаю. Петр Штепанович, вот вы в прошлом, математика от перестановки слагаемых, сумма не меняется. И вот здесь, мне кажется, ничего не изменилось для нас, простых рядовых жителей этой республики. Как праздник называется? День государственности или День республики? Мы как любили этот праздник, так любим, как мы его отмечали, так и отмечаем. Абсолютно я согласен. Вот, ладно, с объединением регионов еще большой вопрос, когда это будет и будет ли. Но вот в республике поставлена задача по укропнению муниципалитетов. Да, глава республики об этом в своем послании сказал. Вот как вы считаете, это реально осуществить наши республики, когда, в принципе, каждый привык, каждый кулик привык держаться за свое болото? Вспомним референдум по объединению Чебоксара и Новочебоксарска. Или будет оказано яростное сопротивление со стороны, скажем так, районных элитов? Ну, все-таки Чебоксарска и Новочебоксарска – это достаточно серьезное территориальное образование с большим количеством населения относительно. Я думаю, что в перспективе такое даже фактическое объединение произойдет. Если будет реализована программа «Новый город», застройка будет завершена, по сути, единоцелое образование. С точки зрения законодательства, конечно, сложнее. Но здесь, в данном случае, я поддерживаю идею укропнения на уровне поселений, на уровне городского округа и муниципального района. Давайте возьмем наши поселения. Их у нас в стране примерно 20 тысяч. Из 20 тысяч поселений 18 расположены, я скажу так, в степях, на полях или в лесах, где нет совершенно налогооблагаемой базы, где нет зарегистрированных предприятий, где нет иного дохода, как от пользования землей. Там даже имущества, в общем-то, недостаточной степени нет, кроме налогов, как НДФЛ, может быть, на доход физических лес. То есть, если сегодня взять даже наши поселения, наиболее выгодным положением оказались поселения районных центров. Как правило, все предприятия зарегистрированы там. Налоги идут, естественно, туда. И сегодня глава поселения районного центра в более выгодном положении, чем глава поселения, который расположен в 15-20 километрах от районного центра. Но 131-й федеральный закон о основах местного самоуправления, а его надо выполнять, там обозначены функции, полномочия поселения и обязательства поселения. Закон надо выполнять, но, простите, я знаю, какая ситуация в бюджетах вот этих поселений, но там дыры, там сплошные дыры. Вот в этой связи, с учетом кластерности, с учетом, ну, конечно, нужно экономическое обоснование, с учетом национальных, культурных традиций, с учетом экономических основ, возможно, финансо-экономической базы, я не исключаю, что такое объединение может произойти. И последнее, с точки зрения управляемости, ну, в конце концов, в какой-то степени, я думаю, что произойдет сокращение управленческого аппарата. Ну, вот Юля замечательно спросила, от переменной мест слагаемых сумма не меняется. Ну, ладно, я живу в маленькой деревне, я заинтересован, чтобы объединиться с районным центром, мне что-то от налогов перепадет. А районному центру зачем объединяться с маленькой деревней? Зачем делиться? Мне и так доходов не хватает, скажет руководитель этого районного центра. Здесь тоже ведь какая-то проблема есть. Почему мы не думаем об интересах этих структур? Нет, ну, видимо, я допускаю, законы совершенными до конца не бывает, относительно 131 ФСЗ. Он ведь заработал почти 10 лет тому назад. Вы знаете, какая была ситуация? Начали все охать-ахать, вплоть до экономических коллапсов. Почему? Финансовых. Потому что закон надо было выполнять, он вступил в силу. Я скажу так, что вот в течение этих 8-9 лет, 10 лет даже почти, внесено очень большое количество изменений в этот закон. Закон тоже, естественно, жизнь меняется, жизнь не стоит на месте, и, соответственно, закон тоже вносим мы изменения. Это естественный процесс, от этого нам никуда не идти. Петр Иванович, раз уж мы вспомнили 131 Федеральный закон об общих принципах развития местного самоуправления, то хотелось бы спросить, вот вообще закон предполагал несколько моделей развития местного самоуправления. Мы выбрали одну, да, наша республика. Вот сейчас наши муниципалитеты управляются двумя главами. Глава у нас есть непосредственно, ну, скажем так, на примере города Чебоксара, глава города и глава администрации, он же сити-менеджер. С вашей точки зрения, вот это нововведение оправдало себя? Я считаю, что нет. Категорично нет. Во-первых, надо было изучать определенный опыт. Ведь многие регионы отказались от этой практики. Я высказывался на этот счет, я не скрываю. Это уже мы прошли в 1991-1993 годах, когда были освобождены на основе, работали председатели районного совета депутатов, народных депутатов и председатели исполнительного комитета. К чему это привело, я это прекрасно помню. И сегодня тоже не надо скрывать, надо говорить прямо, что в определенных муниципальных образованиях у нас проявляются элементы двоевластия. Элементы двоевластия, это, во-первых, ничем хорошим никогда не приведет, а, во-вторых, а кто несет ответственность? Ну, персональную ответственность не могут два человека нести. От слова «персон» должен один человек нести ответственность, да. То есть один все равно будет в роли стрелочника? Да, все-таки, опять-таки, могут быть определенные изменения произойти и в этой сфере. Я считаю, должно быть на начале один ответственный человек, который бы нес в полной мере свою ношу, свою ответственность. Это моя точка зрения. Петр Степанович, вы упомянули о том, что в свое время были руководителем администрации президента Чувашской республики. Вы не один раз были руководителем администрации, много раз ходили в правительство. Вот сейчас, наверное, можно открыть секрет. А по какой причине? Вот однажды вы выпали из команды Федорова, и уже в нее не вошли. Раньше возвращались несколько раз, а тут выпали, и все. Ну, я выпадал, надеюсь, в кавычках, если так, можно и без кавычек, достаточно большое количество раз. Первый раз это было в 1994 году в конце декабря. Я написал сам заявление с поста министра печати информации, информационной политики. Написал заявление, прошу меня освободить, в связи с тем, что я не согласен кадровой политикой, которую проводит президент Чуваши. Оно у меня сохранилось, это заявление. Потом были, в силу известных субъективных и объективных причин, были просто увольнения, переходы. Ну, это было много-много, большое количество раз. Потом были возвращения, потом была партийная работа. И в администрацию президента я возглавлял в два раза, в общей сложности около шести лет. Причем последний год, 2004-2005 год, я был вообще в четырех должностях, когда объединили министерство культуры, печати и архив в одно единое целое. Это было уже три министерства. Я однажды хидную заметку написал про Краснова, назвал «человек, которого много». Там у вас еще куча должностей была. Дали еще для администрации президента. То есть это было, по сути, в четырех должностях, но, естественно, получая одну заработную плату. Это нормальный процесс. Поэтому здесь я такого особенного ничего не вижу. Такие процессы происходят. А, собственно, что вы хотели от меня услышать? Я хотел узнать, по какой причине... Ладно, вот вы упадали и возвращались, а тут вас убрали с должности. И даже, вот я даже не знаю, чем вы занимались несколько лет? Ну, последний раз... Несколько лет. Чем вы занимались, прежде чем пришли в Чувашстат? Последний раз, последний раз. Я ушел в сентябре 2007 года с должности министра культуры. Хотя я являлся членом коллегии федерального министерства. Это достаточно редкий случай, надо признать. Я понял, что, допустим, если упадет на Чувашево метеорит оттуда, как в Челябинске, под Челябинском, то будет виноват министр культуры. Я написал заявление, я ушел. Потом было самостоятельное плавание, потом оказалось в федеральной службе статистики, а потом избрался депутатом. А вы помните, Петра Степановича, с усами? Как раз тот период, он отрастил усы. Да вы еще бороду мою вспомните. Я сейчас бородой был в 1991 году, когда этот путь был, как от Чепа, известная фотография. Петр, это была только артподготовка к следующему вопросу. А следующий вопрос, он имеет, может быть, даже более глубокую подоплеку. Я хотел спросить, а сейчас вы в команде нынешнего главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева или вас терпят только по необходимости? Или вы сам по себе? Ну, может быть, в большей степени я сам по себе, в большей степени. Я всегда имел, имею, надеюсь, буду иметь свою собственную точку зрения. Эту точку зрения всегда старался высказывать. Это во-первых. Во-вторых, я в команде Государственного совета Чувашской республики. И вы знаете, что у нас все-таки, я выше говорил, власть разделена. Глава республики возглавляет исполнительную веть власти. Наша власть законодательна. Я в команде законодательной ветью власти. Никаких неприятий каких-то, либо, скажем так, своей собственной персоны этой власти не испытываю никакого давления. Что я могу сказать, что вообще команда должна быть, конечно же, одна. В том смысле, что не выполнять то, что сказано, и стремя, так сказать, покрыв голову, выполнять и что-то там, так сказать, бежать тут же. Надо просто обдумать. Надо просто в целом, концептуально, должна быть единая, конечно, государственная политика. Я считаю, в этом смысле я в команде. В этом смысле я в команде. Мне нравится здесь работать. Я могу разные точки зрения высказывать. Я могу и критиковать. Это тоже мне, в общем-то, нравится. Поэтому, в целом, в общем, должна быть единая с точки зрения, так сказать, концептуальных вещей команда. Но надо учитывать, что власть у нас разделена. Мы представляем себе законодательную ветью власти. Мы депутаты. Петр Степанович, а вы знаете о том, что в свое время вас называли серым кардиналом республики? Ну, читал где-то, да. А как вы к этому относились? Чувствовали себя серым кардиналом? Человек, который делает политику неофициально? Ну, понятны вопросы кадровой политики, вопросы какие-то принятия решений. Безусловно, это входило в компетенцию администрации президента. Администрация в главы сегодня тоже входит. В этом смысле, наверное, понятно все свои шаги, если не обозначать, ни открыто не высказывать. И надо и надо принимать решения, о которых, может быть, и нельзя просто говорить. В этом смысле, может быть, и серый. Я ничего плохого в этом сочетании слов не вижу. Красиво, Петрович, вообще красиво. А вот почему все-таки вы решили вернуться к профессиональной политике? Не опасались снова на те же грабли, как у нас говорят? Да нет, все-таки давайте так. Ну, я имею все-таки достаточно большой опыт работы в органах государственной власти. Возволял разные министерства в течение большого количества лет. Я называю себя сегодня самым молодым депутатом. В каком смысле? Молодым парламентарием вы себя называете. В каком смысле? Потому что я первый созыв в государственном совете. У нас есть депутаты, которые 3-4-5 созывов есть чемпионы. В этом смысле не будем называть фамилии, они известны. Но до этого я был депутатом Верховного Совета Чувашской АССР. 1990 по 1994 год. А потом была работа в органах исполнительной власти. Работа исполнительной власти предполагает взаимодействие, понятно, с депутатским корпусом, с парламентом республики. Я не был в отрыве, и то, что какой-то опыт сегодня пришел, я нормально к этому отношусь, я чувствую себя достаточно хорошо, и мне комфортно работать сегодня в этой должности. Вот вы сказали, должна быть одна команда. А что значит быть в одной команде? Вот я не считаю, кстати, вас рыцарем без страха и упреха, таким вот Дон Кихотом, который в любой момент кинется на мельнице. Нет, так сказать, стаем, плавали. Но в то же время вы из тех людей, которые могут плыть против течения. И вот вы неоднократно на мероприятиях своей любимой партии «Единая Россия» критиковали определенные моменты партийной жизни, работу партийных руководителей. И вас не ввели в полицовет этой уважаемой организации, хотя вы стояли у истоков, единственные, опять же, помню, как вы создавали эту партию. Вдруг вы стали там не нужны. Вот вы связываете между собой вот эти два события, с одной стороны выступаете с критикой, с другой стороны вас так деликатно, так в сторону, в сторону. Может быть, просто Петр Степанович уступил кому-то место, молодым, дал дорогу? Да нет, еще скажи, что продал. Нет, я предполагаю, в известной степени, Александр, такая связь может быть. Может быть, такая связь. Но я, вот что касается «Единой России», критиковал, критикую и буду критиковать, высказать то, что я думаю. Понятно, есть устав партийный, понятно, его надо выполнять. И сегодня я не вхожу в органы правления «Единой России», вы знаете. А сколько лет выставили, Петр Степанович? Остались членом партии «Единой России». Если начинать с партии «Единство», вот это буквально с 2000 года лет 12, получается. 13-12 лет, да. Поэтому пусть работают другие, ничего плохого в этом нет. Жизнь не стоит на месте. То есть от этого я дискомфортно чувствовать себя не стал. Нет, в этом прав моих... Паление партии меньше не стало. Но другое дело, я даже могу сказать, допустим, мне, например, не нравится, что «Единая Россия» как-то так вот одинаково все голосуют. Вот это вот с точки зрения психологической, с точки зрения структуры личности, ну как можно иметь такое количество людей, умных, толковых людей, депутатского корпуса, начать, да, имея в виду. На самом деле их много умных людей там, вот я общаюсь с коллегами, и одинаково думать по всем вопросам. Вот это для меня не совсем, так сказать, может быть, не совсем не импонирует. А где и когда было по-другому? А по-другому была попытка, я вам скажу так, в Государственной Думе Российской Федерации несколько лет назад было создано три, среди депутатского корпуса, три политклуба, значит, социально-консервативный, либерально-демократический и государственно-патриотический. Сочетание слов консерватизм, либерализм и прочее видно, что... То есть это было, конечно, понятно желание иметь разные точки зрения. Три клуба, разные точки зрения, одна общая идеология, но разные точки... Вот это нужно, вот это нам, может быть, не хватает. То есть должна быть полемика, должно быть нормально, элементарно высказано своей точкой зрения. А потом уже принятие решения. Вот я и хочу вот тут спросить, а почему у нас так плохо изначально относятся к оппозиции? Как будто там сплошные враги. У вас есть ответ на этот вопрос? Есть. Я к оппозиции нормально отношусь. Я понимаю оппозиции. Они по-другому сегодня не могут. Именно где-то как надо показываться, высказываться, что-то проводить. Иначе как завоевывать авторитет, электорат, это практически невозможно. Но с другой точки зрения, все-таки я хочу дать дань и сказать, что это было правильное решение. Все-таки сегодня идет совершенствованная политическая система. Идет выстроение нормальной многопартирной системы. Сегодня четыре политические партии представлены в Государственном Совете. Сегодня до 500 человек можно зарегистрировать, слышно, 500, в политическую партию Российской Федерации. Ну, пожалуйста, работайте, творите. Вы мне лучше скажите, вы как председатель парламентского комитета, что делаете для того, чтобы оппозиции было в парламенте комфортно? Ну, во-первых, мы их выслушиваем очень. Да, так что они вынуждены покидать зал. Это тоже шаг, понимаете? Представьте себе, камеры работают, идет интернет-трансляция. Это, по сути, наводить на весь мир, да? Это тоже шаг, это тоже ход. Тоже надо к этому пониманиям относиться. С другой точки зрения, большинство сегодня представителей «Единой России» дали должности заместителям, председателям комитетов во всех комитетах, трех комитетах, остальным политическим партиям, руководителям фракции. То есть, дали государственные должности. Они работают на освобожденной основе в качестве заместителя председателя комитетов. Но мы же в одном комитете, в одном парламенте. Поэтому это нормальные процессы. Александр, по этому поводу беспокоиться. Ну, в общем-то, я-то думал, что вы про другой момент помяните. В общем-то, плюс, плюс там был, я считаю, что когда Краснов поднял бунт, фактически бунт, при обсуждении закона о митингах, когда требовали, кто же автор этого законопроекта, да, там дискуссия очень непростая была. Чем история-то закончилась? Выяснили, кто этот законопроект-то написал? Выяснили, просто не хотели обозначиться. Кто? Просто, нет, писал аппарат. Аппарат, помощники. Ну, подпись должна стоять. Петр Степанович, дорогой, ты сам все время кричал на всех сессиях Государственного совета первого созыва. Кто автор законопроекта? Мы хотим знать. Совершенно верно. Был мой вопрос. Любой законопроект должен быть представлен за подпись какого-либо депутата или группы депутатов или комитета. Но такого депутата, к сожалению, не нашлось. В последствии комитет принял решение, что комитет будет представлять, то есть от имени комитета будет представляться этот закон. Вот такое было просто решение. Но этот депутат так и не нашелся. Обычно говорят, понижать градус нельзя. Но я все-таки предлагаю чуть-чуть понизить градус и задам свой вопрос. Петр Степанович, вот я прочитала такую информацию. В 2001 году Союз офицеров писал о вас следующее. Сильные стороны Краснова, целеустремленность, слабые стороны, испорченные отношения с рядом региональных и федеральных политиков. Прошло 12 лет. Что изменилось? Звание повысили. Испорченные отношения. За 12 лет, да, я получил звание подполковника в запасе. Насчет испорченных региональных и федеральных руководителей не могу сказать. Тут вопрос такой достаточно открытый для меня. Я просто не знаю. Мне неудобно говорить, в какой бы сфере я ни работал, какой бы министерство ни возглавлял. У меня были очень хорошие отношения с федеральными руководителями. Для примера я могу привести. До сих пор мы встречаемся в Москве на разных совещаниях по национальной политике. В 90-е годы работал федеральный министр Михаил Вячеслав Александрович. До сих пор мы встречаемся, общаемся и так далее. До сих пор встречаемся с другими руководителями. Когда работал в культуре, я был членом коллегии федерального министерства. Вот так ведь просто за красивые глазки, наверное, бы не стали вводить куда-либо что-то, предлагать что-либо. Когда работал в соцполитике со системой социальной защиты, я никуда никогда не стремился. Но моя кандидатура была предложена в качестве заместителя федерального министерства. Такие предложения было, поверьте, несколько. Я не хочу об этом говорить. Поэтому я тут тоже дискомфорта не испытываю. Наверное, кого-то критиковал что-то. Критиковал, критикую, буду критиковать. Это нормальный процесс. Ну, вообще, так вот, просто говорить обычно о том, вернее, просто ли говорить о том, о чем обычно другие молчат? Вот, например, недавно появилась статья в газете «Советская Чувашия» «Лукавая цифра», которую написал Александр Борисович. Интервью брал Александр Борисович. Вы обнародили факты, которые вызвали, в общем-то, по меньшей мере недоумение у многих. Вот у меня первый вопрос к Александру Борисовичу. Дам вам чуть-чуть возможность передохнуть. Александр Борисович, кто был инициатором этой статьи? Вы раскопали что-то? Или Петр Степанович предложил? Нет, это инициатор был полностью Петр Степанович. Для меня, в общем-то, открытием не стало, поскольку это он озвучивал еще на заседании политклуба. Мы являемся с Петром Степановичем членами одного политклуба, который называется «Площадь республики». И раз в месяц собираемся в национальной библиотеке, обсуждаем разные вопросы. Он там это обнародовал. И когда, так сказать, потом мы поняли, что надо как-то тему продолжить, и вот он предложил выступить по этому вопросу. Моя задача заключалась сформулить вопрос и отнести на текст. Но вот я могу тебя, Юля, поправить в каком отношении? Ты сказала, что это вызвало недоумение какое-то определенное. Я, честно говоря, расстроен. Я, честно говоря, расстроен и разочарован. Вот по-настоящему резонанса эта публикация не получила. Не позвонил мне один из глав... Я ждал, что позвонит глава одного из упомянутых районов и будет ругаться, скажет, что вы там с Красновым врете в газете. Или позвонят мне из Чувашстата. Вы что, подвергаете сомнению наши цифры? Или еще откуда-нибудь скажут, нет, давайте мы займемся и проведем сплошную проверку. Неужели мы только занимаемся тем, что строим потемкинские деревни на воде миражей? Никакой реакции нет. А что ждали вы? Ну, суть в том, что столько жилья в республике мы никогда не строили. И были цифры просто от лукавого или с потолка. И это с доказательной базой опубликовано газете «Советская Чувашия». Я считаю, это нормальный процесс. Кстати, после этой публикации ни одного звонка так, что это плохо, что это не нужно было, что это не надо было делать. Абсолютно этого нет. Оценки, я считаю, в принципе, достаточно объективные. Ведь элементарно, ну как это, все-таки достаточно невысокая пока заработная плата Чувашьевская республика, средняя по республике, являлась, я помню, в те годы всегда, ну, с первого там по пятое место в России, среди 83 субъектов Российской Федерации, по вводу жилья на одного человека. Ну, откуда это все хозяйство? Ну, вот пришлось этим заняться, раскопать и доказать, что все-таки цифры мы писали. Я еще раз повторяю. Рисовали. Рисовали. Я еще раз могу твердо сказать, что такое количество жилья мы никогда не строили. И не надо обманывать себя, не надо обманывать народ. Вот мне понравилось выражение главы республики Михаила Васильевича Игнатьева, что, ну, пора прекратить пытаться стремиться понравиться федеральному центру, а надо все-таки стремиться понравиться собственному народу. Александр Борисович, а мне кажется, что, знаете, еще проблема в чем? Что нет на сегодняшний день обратной связи между редакциями и теми органами, о которых вот речь идет, например, в газете и публикациях. Вышла критическая статья. Вот мы с Александром Борисовичем как-то вспоминали о том, что вышла критическая статья вот раньше, да, ее все обсуждали. Обсуждали, в первую очередь, в тех коллективах, о которых шла речь в этой газете. Сегодня, как такового, это нет. И от власти тоже шла какая-то реакция. Звонили, ругали нас, писали нам, давали нам ответы. Сегодня как-то вот это потерялось. Ну, давайте так, может быть, вкратце резюмирую, да, попытаюсь быть кратким. Я вспоминаю, как-то на одном из заседаний глава республики, Игнатьев Михаил Васильевич, очень резко высказался по поводу поведения отдельных министров, которые не открыты, которые недоступны, которые никак не проявляют себя и неизвестно, чем они занимаются. То есть, народ просто не знает. Вот. И было дано жесткое указание. Открыться, улучшить доступность и просто проявляться, обозначаться. Соответственно, и так далее. Было такое жесткое поручение. И во-вторых, если есть какие-то вопросы, давайте, на самом деле, мы будем разбираться совместно, может быть, депутатским корпусом, совместно с определенными министерствами. Обсудим, соберемся. Игорь Маляков о вас когда-то написал. Петр Степанович – человек исключительно самолюбивый, но имеющий в основе самолюбие тонкие эстетические предпочтения. Как вам такая оценка коллеги? Ну, насчет... Красиво написано. Самолюбивость я не могу сказать, не мне это оценивать. Это, очевидно, виднее со стороны. Насчет эстетического вкуса точно так же. Но, коль как-то пришлось поработать в качестве министра культуры достаточно большое количество лет. Он был не таким далеким от культуры, в таком нормальном смысле этого слова. Люблю театр. Вот из всех видов искусств, пожалуй, я... Вот люблю театр, наверное, живопись. Где-то так вот... Когда вот учился в Москве в аспирантуре, я скажу так, не такое большое количество было театров, тем более ведущих там, Денком, Таганка, Маяковка и так далее. Я побывал во всех театрах. Я этим могу похвалиться. Люблю театр, на самом деле. А сейчас? Сейчас ты посещаешь? Фальш. Могу оценить, какая постановка. Могу оценить сценографию и многое другое. Рожиссерскую работу, актерскую работу. Но мне это интересно. Вот поэтому не скажу, что у меня уж такой эстетический вкус. Но каждый политик имеет свою точку, собственную точку зрения. Мы тут уже упоминали о том, что Петр Краснов возглавлял Министерство печати. Но он, кроме того, возглавлял еще Министерство социальной политики, Министерство культуры. Дважды был руководителем администрации главы республики. Был заместителем руководителя Чувашстата. Ну, а может быть, еще какое-нибудь попробовать ведомство возглавить? Например, Минсельхоз или Минюст. Мне кажется, что Петру Степановичу все удастся. Потому что в прошлом он у нас физик, математик, вообще и лирик. Что значит физики? Да, у меня по первому образованию я физик. Я заканчивал Чувашский госуниверситет кафедру теплофизики. Петр Степанович, я задала вопрос совсем с другой интонацией. Потому что для меня физик, это вообще небожитель. Я имею экономическое образование. Я являюсь кандидатом философских наук. Но я понял ваш сарказм. Что касается органов исполнительной власти, там ведь недостаточно одного желания. Все-таки это на самом деле, там должны поступать предложения. Я считаю, что, во-первых, где я бы не работал, я добросовестно работал. Во-вторых, о своем каком-то смутном желании куда-либо переходить, я сегодня, честно говоря, ничего не могу сказать, потому что его просто нет. И в-третьих, я уже, как выше сказал, достаточно комфортно. Я чувствую себя в государственном совете. Мне эта работа нравится. Я остаюсь на этой работе. Надеюсь, останусь до конца нашего депутатского созыва. Завершения созыва этого. Мы начинали передачу с государственного совета, с конституции. И вот так вот логически на финише программы опять возвращаемся к этой теме. Но уже в каком разрезе, без всякого сарказма. Значит, в 2015 году предстоит избирать главу республики. До сих пор, насколько я понимаю, неизвестно. Мы будем избирать всенародным голосованием с определенным муниципальным фильтром. Или будет принято решение о том, что будут избирать депутаты государственного совета. Вот вы сами сторонником какой процедуры являетесь? Я являюсь сторонником двух процедур. Первое – это прямые выборы избирателями. Второе – без каких-либо фильтров, без каких-либо тех нюансов, непонятно совершенно для других политических партий. Второй вариант – это представление президента Российской Федерации. Если мы говорим о едином государстве, о российском государстве, президент российский, избранный всенародно, то, естественно, он должен иметь определенные полномочия повлиять на глав субъекта Федерации. Вот поэтому и возможен вариант прямой выборы, который, конечно, затратный, но это более демократичный вариант, но и вариант, конечно же, по предложению президента Российской Федерации. Вот в этом ответе весь Петр Степанович Кразнов. Я за прямые выборы по представлению главы российского государства. Это две разные вещи. Петр Степанович, мы сегодня все говорим о политике, но, тем не менее, хотелось бы еще немножечко о другом поговорить. Поговорить о вашей семье. У вас замечательная супруга, у вас замечательные дети. Вот расскажите, пожалуйста, о них. Много ли вы времени посвящаете им? Или все ваше время посвящено политической борьбе? Ну, я скажу так, крайне недостаточно. Я этим, конечно, не то что не удовлетворен и недоволен очень сильно. Как всегда, достаточно большое количество лет. Это, я считаю, мое серьезное упущение в этом смысле. Я признаю. Ну, супруга у меня работник сферы культуры, заслуженный работник культуры Чуваши, доцент Института культуры и искусств по курсу хореографии. Она танцевала и сейчас уже учит танцевать другие коллективы. Как учит? Замечательно, Петр Степанович. Ну, к сожалению, женат я всего лишь один раз. К счастью, Петр Степанович. Таких политиков у нас сегодня мало. А может быть, к счастью. Я когда представляю кому-либо свою супругу, Александр, может быть, даже так это помнит, по-моему, как-то был так же при вот вас, я говорю, это моя первая жена. На что моя первая жена очень сильно обижалась в первое время. Я говорю, а разве это не так? Разве ты вторая, третья, четвертая, пятая последующая? Сейчас уже привыкла к моей такой плоской шутке. Дочь закончила университет печати по специальности реклама в Москве. Получила диплом с отличием. Сейчас учится в магистратуре в Южной Корее. Она уже три года за границей. После третьего курса как уехал, училась там, здесь, параллельно. Сейчас в магистратуре в Южной Корее. Сын, вопрос, одиннадцатый класс, куда пойдет? Со всеми вытекающими последствиями отсюда. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очень много вопросов, очень много проблем. Даже, ну, так примерно вроде бы он определился. Ну, с учетом того, что он переходит в переходный возраст, масса вопросов, конечно, по его поведению возникает. Это все, естественно, все нормально. Поэтому вот такая семья. Детей обычно воспитывают или кнутом, или пряником. Вы чаще всего что брали в руки? Пряник или кнут? И как вы считаете, что нужно чаще брать? Я думаю, не пряник и не кнут я брал чаще всего. Потому что, как правило, не брал. Но иногда, может быть, приходилось. Ну, это единичные случаи. Здесь нет, наверное, каких-то критериев, каких-то подсказок. Все зависит от случая. Тут я не готов давать какие-либо советы. Потому что я не психолог семейный. Я не папа многодетный. Ну, и так далее. Петр Степанович, а я предлагаю перейти к Блицу и ответить коротко на мои вопросы. У вас есть любимое блюдо? Это грибы, я думаю. Что-то из грибного, произведенного из грибов. Потому что я люблю собирать грибы, грибник. Я думаю, что да. Ты посмотри, как изменился взгляд. Во взгляде появилось поволока. Неожиданный вопрос. Все время спрашивали о неприятном. Петр Степанович, у вас есть любимая песня? Есть, причем не одна, у меня их три. А спеть слабо? Чуть-чуть. Петр Степанович, у вас есть любимая песня? Петр Степанович, у вас есть любимая песня? Это любимая песня, она была любимой песней нашего космонавта Андрея Григорьевича Николаева. И две любимые песни, которые я пою в компаниях, в застольях, на русском языке. Это «Живет моя отрада» и «За острова на стрижи». Слушай, никогда я даже не предполагала, что для меня будет петь Петр Степанович Краснов. Да, я подумал, подумал. Ты могла его раскрутить. Достаточно неожиданные вопросы задаете. Я даже так, по-моему, покраснел немного. Ничего. Вам это сделает хорошо. Петр Степанович, чем или кем вы гордитесь? Ну, тем, что я живу, я работаю, тем, что у меня, на мой взгляд, неплохая семья, были хорошие родители, то, что я родился в деревне, кем я горжусь, вот, я бы не хотел отвечать на этот вопрос, потому что это где-то кого-то в качестве идола преподнести. Это ведь конкретно, если вы конкретно персоны, конкретно физическое лицо имеете в виду, я бы не хотел отвечать на этот вопрос. Хорошо. А у вас есть любимый писатель? Любимого фильма нет. Насчет песен я сказал, вы уже спросили. А книга, писатель? Я думаю, даже я не только думаю, я уверен на все сто. Это Федор Михайлович. Федор Михайлович Достоевский. Я его почти всего перечитал, в том числе «Преступление наказания», «Идиота», хотя разные совершенно работы, но с точки зрения психологии образов, вообще психологии, философии, структуры личности, конечно, это очень глубоко философские произведения. А где вы предпочитаете отдыхать? В деревне. Очень редко этого дается. У меня родительский дом. К сожалению, родителей сейчас уже нет. Но дом за мной. Хозяйство я поддерживаю, стараюсь поддерживать. Сено я косил. В ряду взрослых косой размером шестерку с 13 лет. В ряду взрослых. Поскольку был рослый, худой, может быть, немного села была. Все-таки отдыхать мне больше нравится в деревне. Понятно. Присутствуете ли вы в социальных сетях? Редко. Я практически, очень редко открываюсь, раскрываюсь в «Одноклассниках», шлют, просят записаться. Как правило, не реагирую. Потом извиняюсь просто. Не выставил своего фейса, портрета. Иногда. Очень редко отвечаю на какие-то комменты. Иногда оформляю. Но достаточно редко. Это как-то так вот, если очень сильно задевает, что-то могу там анонимно послать. Пару раз, по-моему, в блоге Александра я даже как Петр Краснов подписался. А, да, да. Активно нет. Женский вопрос. Можете ли вы работать по ночам? А что значит работать по ночам? Я не знаю, Петр Степанович. Нет, женский вопрос. Можете ли вы работать по ночам? Ну, потому что мне интересно. А что, Юля, что вы это имеете в виду? Ну, может быть, книги пишете? Может быть, статьи какие-то готовите? Нет, книги писал, статьи писал. По ночам приходилось работать. Но, к сожалению, я не сова. По структуре я жаворонок. Я могу очень хочу рано уснуть перед телевизором или там с чем-то еще. И никаких проблем не рано проснуться. Ну, если был женский вопрос, я задам мужской вопрос. Я уже боюсь даже. Петр Степанович, а чего вы больше всего боитесь в этой жизни? Да ничего, наверное, не боюсь. Понятно, что люди, как правило, в этой молодости боятся. В молодом возрасте боятся смерти. Боятся смерти родителей, потери, утери родителей. Единственное, что я не скажу, что я боюсь. Я не люблю, я терпеть не могу. Вранье и предательство. Спасибо. У нас в гостях был Петр Степанович Краснов. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Субтитры подогнал «Симон»